Очень важно понять, что многие люди просто не знают, как работает система энергии или силы в этом мире. Вот, допустим, есть божественная сила, идет от природы, она дает человеку здоровье. Божественная сила, идущая от людей, дает человеку все виды счастья в отношениях с людьми. Вот все виды счастья. Это энергия Бога, идущая от людей. Господь действует через людей. Окей, как выйти замуж, Олег Геннадьевич? Надо мужика сбить с ног своей силой женской. Больше никак не выйдешь замуж. А как его сбить с ног? Для этого надо копить эту силу. А где эта сила находится? Она находится в твоем желании любить людей и заботиться о них. Если ты желание это культивируешь, постоянно о всех заботишься, 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 то постепенно ты становишься красивее. Потому что женская энергия красоты – это энергия заботы, запомните. Когда женщина растормаживается, она из своей мечты выходит, начинает с позиции разума жить, понимает, как надо правильно жить, начинает становиться активной, всем радуется, всем счастья желает, то она становится красивой, сначала на нее просто обращать внимание начинает, но никто не знакомится. Потом постепенно начинают знакомиться, но не те. Потом знакомятся те, и дальше тоже надо быть счастливой, жизнерадостной, независимой от мужика. Если познакомился, то сразу прыгнуло ему в постель, ему уже неинтересно, понимаете, потому что любовь у него пропадает сразу. У него любовь будет усилиться, если ты вообще как бы не обращаешь на нее внимания, и говоришь, ну хорошо, пройдемся, ну хорошо, поговорим, и так далее. И ты сама в себе счастливая, самодостаточная, всех любишь, о всех заботишься. И он думает, да мне такая нужна жена. Он говорит, я хочу, а что мы с тобой не целуемся? Докажи. Ну то есть мужчина должен проявлять силу, решимость, ответственность, и в конце концов, как бы, когда он уже понял, что надо, он ее берет замуж, а потом все остальное уже. Так должна женщина жить. Чуть-чуть позволила больше, все, ему уже неинтересно, понимаете, и он уже, а, и он, ну хорошо поженит, гражданский брак. Понимаете, все, ему уже неинтересно, потому что он добился своего, и все, больше ничего не надо. А женщине надо семью. Понимаете, мужчина тоже может быть над семью, но он об этом не знает сначала. Эта женщина должна ему это доказать силой воли своей женской. И как вот понять, что, как бы, клиент созрел? Почему? Потому что так устроен этот мир, побеждает в этом мире, становится счастливым, только сильный человек. Сила основана на вере. Надо знать, что надо-то. Допустим, мужчина, вот, когда он становится счастливым, когда он принимает на себя тяжесть этой жизни в этом мире. Мужчина, это елочка, на которую вешают игрушки, понимаете? Причем игрушек становится все больше и больше. Сначала он, а такая хрупенькая игрушка такая, худенькая такая вообще, как бы ничего и не надо, называется жена. Такая худенькая. Он еще не знает, что она привязана к своим родителям, и поэтому тебе придется тоже к ним, с ними иметь дело, потому что женщина очень сильно привязана к родителям, без них не может, он не знает об этом еще. Скоро узнает. Он не знает, что из нее вылазят другие люди, и тебе тоже с ним придется иметь дело, потому что это будут твои дети, из него вылазят. Не знает об этом еще. Ну что, скоро узнает. И так далее. И если мужчина принимает все, дети рождаются, он терпит, работает, она на него все вешает, потому что женщина по природе, она рождена для счастья мужчины. Не вы для счастья рождены, мой хороший, а женщины. Мужчина рожден для победы. И тебе предоставляется возможность, побеждай, кто не против. И женщина сама, в принципе, вот у меня жена одна, когда купаться ходит, она может зайти в море, купается, проблем нет. Но когда она со мной идет за ручку, она боится. Говорит, ой, мне так волны эти все, мне так тяжело. Я говорю, ну пойдем, моя хорошая. Ей так нравится. Расслабиться рядом с мужем. И вообще, как бы, не хотеть купаться, пускай сам заставит. Так устроена психика женщины. Правильно, женщина или нет? Да. Потому что они хотят расслабиться рядом с мужчиной, чтобы он напрягался. И они дарят ему любовь в результате. А он как раз, ему нужна любовь. А мужчина, понимаете, если он напрягается, он старается здоровым, волевым, жизнерадостным. То есть у него столько всего появляется хорошего, если он напрягается, начинает побеждать свою судьбу. Но чтобы мужчине напрячься, ему нужно столько сделать с собой. Один мужчина в Уфе мне сказал, Олег Геннадьевич, как перестать быть ватрушкой? Я уже замучился. Я говорю, а что вы делаете? Говорит, спортом занимаюсь. Это я другое. Я говорю, молодец. Все, скоро станешь красивым. Скоро, как мужчина, скоро на тебя женщины будут смотреть. Все будет хорошо. Он говорит, ладно, я понял. Вот. Мужчине очень тяжело, потому что психика мужчины так соткана. Он или на печке лежит, или воюет. Он не может просто так вот жить. Ему нужен какой-то подвиг, понимаете? И когда уже семья умирает, все, как бы, денег нет. Он говорит, ну ладно, пошел работать. Вот. Где? Ну где Бог даст. Слава Богу. А так он ни за что не пойдет. Потому что все вроде нормально, чего париться. Вот. Это так устроена психика мужчины. И ничего с этим не сделаешь. А психика женщины всегда хочет расслабляться. У нее такая природа. Поэтому мужчина должен знать, что, допустим, женщина сначала вдохновила тебя, зарядку по утрам делать. Ты не знаешь, что она все время будет делать сама. Ты вдохновился, все, она может спать спокойно. Ты, говоришь, зарядку делай со мной. Она говорит, сам делай. Я устала. Женщине это позволяется. А мужчине нет. Мужчины завидуют часто женщине. Говорят, давай зарядку делай. Ну, то есть завидуют женскому телу. Несправедливость же. Она расслабляется, мне надо пахать. Говорят, иди на работу тоже. Что ты тут дома сидишь? Хорошо, она может пойти на работу. Но тогда энергия любви в семье закончится. И ты в результате будешь несчастным, напряженным. Тебя никто не расслабит. Потому что женщина должна сделать чистоту. Она должна приготовить. Она должна всех любить твоих, тоже, между прочим, твоих родственников тоже. Потому что иначе тебя с ними не будут поддерживаться отношения без твоей жены. Она это все нужна энергии. Она должна со всеми поговорить, с твоими друзьями, подружками. Вот со всеми, чтобы везде поддерживать любовь, настроение хорошее, и соседей покормить пирожками, и собачку, и все прочее. Это же реальная работа. Это тратится куча сил. А если ты не хочешь, чтобы у тебя личная жизнь была, тогда пинка под зад, жена на работу, деньги зарабатываем вдвоем. Хорошо. Придется искать любовницу. Потому что без энергии любви мужчина жить не может. Основная причина пьянства, это нехватка энергии любви у мужчины. И он такой, ааа, и начинает пить. Так энергия любви от жены идет, а что ты ее гоняешь? Да, и возможно, потому что расслабленная женщина красивая. А напряженная некрасивая. Но это не значит, что женщины должны постоянно на кровати лежать. Тогда не будет здоровья. Женщины должны бегать, совершать аскезы, поститься, но аккуратно. Вот, допустим, бегают женщины, как гусыни, такие раз-раз, потихоньку бежит. И все, становится здоровой. Поститься тоже аккуратно, сколько может. Попастилась чуть-чуть, поела. Не надо париться. Так женщина остается красивой. И если она себя напрягла, у нее гормональный пункт, расстроилась, все. А ведь у нас все морщины. Я говорю, нечего себя мучить. Женщина. Видите, мы очень разные. И мужчина должен постоянно защищать женщину. Потому что она для этого рождела. Она хочет быть защищенным. Мужчина также должен знать, что твою жену, кроме тебя, любит еще ее мать. Потому что женщина, она очень близкие отношения с родственниками строит. И когда женщина рождается, то она сначала приносит счастье семье. А потом страдания, потому что они ее теряют. Она выходит замуж. А если когда рождается мужчина, он сначала страдания семье приносит. Потому что он всех задолбает, прежде чем вырастет. А потом счастье, когда он человеком становится. Понимаете? И мужчина должен знать, что если он хочет сохранить свою семью и свою жену, он должен полюбить свою тещу. Я реально просто говорю вам, что мужчина должен знать, что она все равно будет ревновать тебя к своей дочке, к своей дочке. И все равно чуть-чуть гнусить, что-то ей будет не нравиться. Но за редким исключением. Меня просто супер на эту тещу. Она говорит, я тебя люблю больше всех. Даже больше своей дочери. Меня как бы теща говорит так. Но так бывает редко. В основном теща как бы любит дочь, а тебя не очень. Потому что ты олицетворяешь ее ошибки в жизни. Судьба дочери похожа на судьбу матери. И когда мать видит тебя, она говорит, только не с этим, только не с этим. Почему? Потому что она уже имела опыт такой в жизни. Ей не нравится. А это и есть ее судьба. Она же тоже должна этот опыт иметь, дочь. И мать, поэтому ее надо доказать ей. Доказать, что ты хороший. Такая система, которая никому не нужна, но она работает, к сожалению. Система заключается в том, что когда между людьми лед возникает в отношениях, то родственники их перетягивают друг на себя. Ну то есть, естественно, моя дочь, ну чего она будет мучиться с этим дураком? Я же тебе говорил, не выходи за него. Потому что опыт такой у нее в сердце. И она ее на себя, оп, в результате семья разрушается, дети без отца. И она этого не понимает в это время, теща моя ласковая, понимаете? Вот то же самое и свекровь, мужа на себя тянет и так далее. То есть, это потому что сильно любит, понимаете? И поэтому в своем близком человеке видит хорошее, а в его супруге больше плохое. И поэтому долг каждого человека любить больше родственников жены, даже чем своих учиться. Понятно, что все равно ты будешь своих больше. Но стараться, учиться, их больше любить. И тогда будет баланс, гармония. Когда плохие отношения начинаются по судьбе, перетягивают на себя, начинают родственники, и тут ты как бы с ними отношения восстанавливаешь, опять включаешь, и они начинают сохранять семью, противоположную сторону действий. Такая система. Ого, уже у нас время. Ничего себе. А сколько сейчас времени? А у меня часы неправильно. Без десяти девять или десять? Девять. Девять, слава Богу. У меня просто по уфимскому времени. Думал, что я заболтался. Ну, в общем, у нас должна заканчиваться лекция. Завтра я на полчаса раньше приеду, и на все ваши вопросы, которые будете мне задавать, отвечу. После лекции я выйду в фойе, сяду и можете меня помучать еще, пока нас не будут выгонять. Вот. Сейчас после лекции я буду раздавать цветы вам и кидаться в вас мандаринами. Вы внимательно смотрите, чтобы не по голове, а в руки попадал. Вот. А сейчас мы с вами немножко будем учиться побеждать судьбу. Послушайте меня внимательно. Если вы чувствуете, что в вашей жизни есть непреодолимое препятствие, то это препятствие может быть преодолено. Для этого существуют определенные правила, которые с древних времен все знали, люди. И правило заключается в том, что с помощью звука и памяти своей нужно включиться в молитву тех, кто умеет молиться. Потому что для этого нужно подключиться к волне, настроиться сначала. Потом, когда твоя собственная память будет так сильно помнить о Боге, тогда тебе не обязательно кого-то слушать. Но сначала человек ходит на службу, вместе со всеми поет, вместе со всеми читает молитвы. Почему? Потому что это процесс совместного повторения. Он отвлекает человека от себя. И в тот момент, когда человек отвлекается от себя, начинается победа над судьбой. Я сейчас вам это продемонстрирую. Вот смотрите, есть три типа звука. Звук эмоций не побеждает судьбу. Я буду сейчас повторять, я желаю всем счастья, потому что у всех разные веры, разные молитвы. Мы будем просто настрой, который разрушает неправильный эгоизм. Этот настрой разрушает неправильный и усиливает истинный эгоизм. Я желаю им счастья кому? Не себе, а всем. Понимаете? Этот настрой перенастраивает психику на правильные латы, начинается лечение, контакт человека с природой, с людьми и с Богом. Для здоровья контакт с природой, для социальной силы контакт с людьми, для победы над судьбой контакт с Богом. Теперь причины разрушения семьи. Давайте вернемся к этой теме. И самое удивительное заключается в том, что есть две основные причины. Первая причина, как ни странно, это разряженные батарейки. То есть у человека ведет неправильный образ жизни, он просто устает от своей жизни и не может вкладывать энергию в счастье близкого человека. Человек живет какое-то время рядом, думает, что мне жить, я счастья никакого не испытываю. И пошла. И пошел туда, где счастье. А где счастье? А счастье там, где есть новое что-то. Понимаете? Новый человек совершенно. Вот. Он думает, что он, конечно, лучше этот новый человек, потому что с ним есть влюбленность, а с этим влюбленность уже кончилась. Понимаете? И вот так вот человек думает, что вот счастья нет, потому что не повезло. Он думает, что влюбленность всю жизнь должна быть. А ему надо теперь учиться любовь вырабатывать своими поступками. Но самое удивительное заключается в том, что большинство людей, они даже не могут, в принципе, быть счастливыми, потому что не знают, как это делать. Понимаете? Счастье может жить в будущем времени, в прошлом и в настоящем. Само слово счастье означает жизнь в настоящем времени. Чтобы жить в настоящем, для этого человек должен принять свою судьбу. Для этого нужно представлять, как правильно, как устроен этот мир. Вот, допустим, мне мужа там или жену Бог дал. Это мне по судьбе. Это значит, что я что-то в прошлом делал вот так, что я получил такого человека. Понимаете? Это надо очень точно и четко понимать и верить в это. Когда человек верит в свою судьбу, он чувствует, что мне надо сейчас с этим справляться, а не бросать этого человека и справлять. Мне надо просто сначала принять. Для того, чтобы исправить близкого человека, ты должен успокоиться. Чтобы успокоиться, надо сначала принять. Не успокоишь, это даже исправить его не сможешь, потому что ты будешь выключать своими словами его разум. Сначала прими этого человека. А принять означает поверить, что он дал мне просто так, что это моя судьба, что я сам таким был раньше, такой поступок совершил, что теперь этот близкий человек меня мучает. И если человек принял человека близко, вопреки ожиданиям, ему стало с ним легче жить наоборот, потому что человек думает, ну принял я, приняла, что у меня муж алкоголик, и что, мне будет легче что ли? Это я буду теперь согласна с этим? Все тогда он никогда не изменится, так рассуждают люди. Наоборот, если ты приняла, что он у тебя алкоголик, это не означает, что ты свыклась, а это означает, что ты поняла, что так положено, что ты наказана по судьбе. И с этого момента ты начинаешь не то, что унижаться перед ним, а ты начинаешь спокойно, по-доброму, работать со своей судьбой через него, чтобы его исправить. Поднимите руку, кто из вас так поступил, и муж перестал пить. Вот смотрите, есть женщины такие, они слушали лекции. Сколько вам понадобилось вот там рука? Сколько времени примерно? А? Три года вам? А? Пятнадцать. Кто руку сверху поднимал? Вам сколько лет? Видите, где-то по моим подсчетам я исследовал этот вопрос, где-то после двух лет, работая над своей судьбой, вот как, а бывает тяжелая судьба, когда мужчина бьет, изменяет, там бьет, это тяжелая судьба. Где-то после двух лет муж начинает меняться, причем она не то, что его трясла вот так вот постоянно, она его не трогала, она молилась, служила ему. Иногда, когда он наглел, она отодвигалась от него, она ему говорила по-доброму, как лучше жить, как правильнее. И в конце концов, его благодарность включилась, она включила совесть, и процесс пошел, человек начал меняться, потому что он сам решил так делать. Лед тронулся, понимаете? Даже тяжелую судьбу можно побеждать, если ты понимаешь, зачем это надо, потому что по-другому жить невозможно. Понимаете, если человек не хочет принимать свою судьбу, он как настраивается? Он думает, ну как бы, надо подождать просто, завтра будет лучше, чем вчера. Понимаете, он настраивается на будущее, и этот настрой на будущее называется жизнь в страсти, или жизнь в напряжении. То есть, человек как живет в этом случае? Человек живет таким образом, он едет в трамвае и думает, вот приеду, тогда будет счастье, а пока я жду, когда приеду. В ожидании в этом расходуется батарейка его счастья. Он приехал, думает, когда домой дойду, ветер холодно, тогда буду счастлив. Дошел, вот когда поднимусь в лифте, тогда буду счастлив. Представь, сколько он уже истратил свою батарею. Вот когда рабочая схема, смена закончится, тогда я буду счастлив. Вот пришел домой, жена смотрит на него, где счастье, что ей тоже надо. Он думает, господи, вот когда телевизор включу, буду счастлив. Включил телевизор, но вот когда всех поубивают, тогда буду счастлив. Поубивали. И он думает, ну ладно, пойду спать. И так всю жизнь, понимаете, потом, вот когда внуки вырастут, тогда оп, и раз, и умер. Называется жизнь в будущем. В этой жизни человек сильно истощает свои батарейки. Понимаете, и он верит в удачу, такой человек. Не в счастье, а в удачу. Чувствуете разницу? Счастье, это не удача. Это когда ты победил судьбу, вот и получи счастье. Прямо сейчас. Вот побеждать надо каждую секунду жизни. Прямо сейчас. Есть люди, которые верят, что когда-нибудь придет счастье само. И ничего побеждать не надо. Просто само. И так иногда бывает. Наступает такой сильно хороший период в жизни, когда просто само по себе хорошо. И человек балдеет. Думает, у меня всегда теперь будет хорошо. Нет, пройдет этот хороший период, и опять будешь мучиться. И ждать опять свое счастье. То есть люди, которые живут в таком состоянии, они в принципе не могут жить вместе, потому что они всегда ждут счастья, друг от друга ждут. И в конце концов не дожидаются расходиться, потому что все люди нуждаются в счастье. Не только я, а также мой близкий человек. И к тому же надо знать, что для женщины, чтобы сделать мужа счастливым, нужно совершить аскезу. То есть ей это трудно в принципе делать. Всегда. Вот допустим, что такое счастье для мужчины в отношениях? Что такое уважение к мужчине? Женщина смотрит на мужчину. Вот смотрите, женщина. Примерно так. Единственный, неповторимый, главный, правильный, мудрый, сильный. Ну разве он такой? То есть муж на самом деле совсем другой. Я-то такого хотела, а он не такой. Что у каждого человека есть недостатки. Ну что-то одно из этого есть, но этого мало, этого мало. Вот. И она поэтому так не смотрит. Но в чем заключается счастье для мужчины? Она заставляет себя. Муж пришел с работы, и вы скажете, это лицемерие, Олег Геннадьевич. Это не лицемерие, это любовь. То есть любовь что значит? Муж пришел с работы так. И он что-то говорит, ты ему. А сама вообще не согласна совсем. Почему? Потому что в этом случае ты хоть жить с ним нормально сможешь. Ты хоть сможешь сделать так, чтобы он тебя выслушал. Понимаете? Потому что иначе вообще не будет ничего хорошего. Потому что это называется уважение к мужчине. Смотреть на него и кивать. Смотреть и кивать. Ну иногда сказать свое слово, потому что если ты много уже кивнула, он все равно спросит твое мнение ради уважения. Не то, что ему это надо. А просто он как бы благодарен. Говорит, а ты как думаешь? И в это время ты очень ненавязчиво должна сказать. Ты знаешь, неважно как я думаю, но я тебя хочу спросить вопрос. А вот так вообще возможно иногда? Вот так? Не так, как ты думаешь, а вот так. И это очень сильно поможет ему в жизни. Потому что если жена его любит, он начинает к ней прислушиваться. И он подумает, может быть и возможно. Надо изучить эту тему. То есть мужчина сразу не примет, он будет думать об этом. И это спасет его судьбу. Недавно у меня была такая ситуация. Иногда наступает плохой период жизни. Даже когда человек ведет здоровый период жизни, у него могут нарушиться функции в организме. У меня наступили спазмы в глазу. Право. Я и сам могу чувствовать, что у меня спазмы. Я чувствую свой организм хорошо. И я так, ну спазмы, спазмы, что делать? Я не знаю, что с этим делать. И сильно мне было бы это интересно. Но я был сильно занят. Эти спазмы продолжались несколько месяцев. Потом я смотрю, что-то мутнеет в глазу. Я сказал жене. Она сразу, немедленно, пойдем к профессору глазному будем изучать. Я говорю, да я сам все знаю. Я говорю, я знаю, что у меня в глазу там спазмы. Она говорит, пойдем к врачу. И, короче, она, я думаю, господи, ну ладно, она сейчас меня достанет просто с этим врачом. Я говорю, пойдем к врачу. И мы пошли к врачу. Я сел к профессору, я знал, что у меня спазмы. Он измерил глазное давление, оказалось, оно очень сильно повышено. Он поставил диагноз глаукома, выписал мне капли, сказал, будешь всю жизнь капать, как диабетчики колят инсулин. Я говорю, спасибо вам, доктор. Вот, и пошел просто, и немножко подумал, понастраивался, и нашел себе семена, которые я поставил в уши, вот тут вот на скотче, на пластыре. И давление теперь нормальное. Ну, то есть, когда плохой период закончится, глаза сами опять начнут нормально работать, и не надо будет эти в ушах носить семена. То есть, я к чему это все рассказал вам? К тому, что женщина является сердцем мужа. Она спасает человека в те ситуации. А этот врач сказал, если бы вы пришли через два месяца, возможно, была бы отслойка сетчатки. И слепота потом. Потом, представляете, как классно не слушать жену. Хотя я был уверен, что, как бы, я все знаю. И это состояние любого мужика, понимаете. Вот любой мужик считает, что я и так все знаю про свою жизнь. Но если жена настаивает, иди и сделай это. Потому что она является твоим сердцем. Она чувствует дальше, чем ты. Потому что женщина чувствует судьбу своего мужа. Так дал ей Господь такую силу внутреннюю. Точно так же и мужчина, он является стабильностью женщины. Допустим, женщина уже знает, как правильно жить. Она наслушается лекции, все. И как бы она говорит, все, будем вот так жить. Он говорит, стоп. Живем вот так. И она должна его послушаться. В какой-то степени должна послушаться, потому что он стабилизирует ситуацию. Вспомните, женщина, сколько раз вы уже меняли свою жизнь полностью. И сколько раз он уже попадал в эту засаду. И сколько раз вы уже отказывались от своих взглядов. Потом переходили на новые. Мужчина является стабильностью жены. Он как бы сначала все проверяет, изучает, прежде чем принять новые какие-то взгляды. Он доверяет своей жене, изучает, потом принимает решения. Так должны быть устроены отношения между мужчиной и женщиной. Основанные на вере, что Бог не через близкого человека дал разум. Что не только своим разумом я хочу пользоваться, а также разумом близкого человека. Разум женщины – это интуиция и чистота. Разум мужчины – это стабильность. Исследование правилам, которые мы установили в отношениях и в жизни. Но главная причина разрушения семьи является просто нехватка силы. Причина этой нехватки – уход психики в будущее или в прошлое. Вот ту песенку, которую вы сейчас слушали, там психика ушла в прошлое. Понимаете? Это значит, что человек обесточен, и у него попрана его высшая цель жизни. У женщины это выгрожается в виде депрессии, у мужчины в виде пьянки, гулянки. Ну то есть мужчина пьет, когда он ушел в прошлое своей психикой. Женщина депрессирует и становится несчастной. И это означает, что сам контакт с счастьем, с энергией счастья невозможен. Потому что само слово «счастье» означает «час», а «тье» означает существование. Счастье находится только в настоящем времени. И человек не может быть счастливым, если его несет вперед или унесло уже назад. Память находится в сердце человека. Память — это сила, которая возбуждается силой судьбы. Судьба человека звучит в сердце. Чем сильнее она действует, чем сильнее о ней память. Чем больше больнее в сердце, тем меньше человек от этого может отвлечься. Память заставляет нас приковываться к себе и терять энергию счастья. И человек становится абсолютно обесточенным настолько, что он даже спать и есть не может. Это состояние называется стрессом. Оно может длиться очень долго. Память будет минувшая вновь. То есть она насильно это делает. Он злой господин, то есть человек подчинен памяти. Поэтому существуют методы, описываются в священных писаниях, которые переключают память на источник счастья и разрушают плохую судьбу. Этот метод называется молитва. Человек вспоминает святость. Молитва это не значит бубнить что-то по правилу. Молитва предназначена для воспоминания. Когда человек вспоминает в молитве священное писание, которое он любит, или чистоту святого, которое он любит, святое место, которое он любит, память вспыхивает, значит человек разрушает плохую судьбу в своем сердце этой памятью. Но в это время как раз он и принимает судьбу, потому что когда человек получает счастье достаточно в жизни, он может вдохнуть и выдохнуть, сказать, ну в принципе все хорошо. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что человеку для того, чтобы войти в настоящее время, просто не хватает возможности сконтактировать со счастьем. А контактировать со счастьем называется внутренняя жизнь. И вот внутренней жизни-то как раз большинства людей нет. Что такое внутренняя жизнь? Это заставить себе пополнять батарейки. Ты не работаешь в это время, не заботишься о детях, не смотришь телевизор, не читаешь газету, не слушаешь новости. Ты в это время отстранен от всего. И пополняешь свои силы с помощью определенного действия, которое люди в основном сейчас совершать не хотят, потому что они думают, что на это время тратят? Сейчас объясню, что за действия. Итак, мы заканчиваем эту тему. То есть память ушла в прошлое, она мой злой господин. Теперь память ушла в будущее. Это означает, что я тоже не могу принять настоящее, но верю, что скоро будет лучше. Вот выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. А что вот 15 лет будешь делать? Вот в чем вопрос. А это как раз и самая продуктивная жизнь твоя. Что такое вера в будущее? Это страшная вещь, которая очень сильно поражает современное общество. Все фильмы направлены на это, все фильмы показывают нам о том, что вот есть картинка, есть все-таки картинка, вот эта вот красивая обстановка в семье. И там Санта, вот это вот ходит, Барбара, вот ей так нравится, эта красивая обстановка. И там как бы всех колбасит, но все равно хорошо. Понимаете? То есть вот эта вот картинка, которая у нас показывает, что надо все покупать побольше, чтобы быть счастливым. А для того, чтобы пугать, надо покупать, надо работать. Для того, чтобы работать, надо ждать, когда выплатишь, там и так далее. В общем, вера в будущее разрушает психику человека. Человек становится напряженным, замученным. То есть вера в будущее имеет пять стадий. Первая стадия. Все будет хорошо. Вера, то есть все будет хорошо. Сейчас первую стадию послушайте в виде песни. Вторая стадия. Тяжелый труд. Чтобы все было хорошо, надо же за это работать, деньги платить. Третья стадия. Усталость. Четвертая стадия. Надлом. И пятая стадия. Изменение мышления или деградация. Одно из двух. Человек выбирает. Или он по-другому начинает жить, уже не думает о шмотках, о квартирах. А счастье ищет в чем-то другом. Пытается разобраться в этом. Или дальше запой, забег, там, разрушение семьи. Загул, запой, загул. Или азартные игры. И так далее. Ну то есть просто безумие. Безумная жизнь. Итак, есть другая жизнь. Вот смотрите, обесточенность. Что такое обесточенность? Я прихожу домой. Счастья никакого нет. Жена задолбала. Дядь детей устал. Все замучили. Хочу уединиться. Вот. То есть человек не может жить. Думает, да не та у меня семья. Не те дети. Не та жена. Как бы. Человек делает такой вывод рано или поздно. Потому что он уже не может. Ну сколько можно? Одно и то же. Оно. Вот. Почему? Потому что все родственники требуют твоей энергии счастья. Постоянно. Каждую секунду жизни. И поэтому надеяться, что они тебе подарят счастье. Полное безумие. Даже просто потому, что родственники болеют, например. Или просто по судьбе у них бывает плохой период. А ты с ними, со всеми связанными, этими незримыми. И постоянно надо отдавать. То мама заболела, то дочка заболела, то жена заболела. А женщина вообще постоянно болеет, потому что они очень чувствительны по природе. В общем, она думает, господи, что я тебе жену такую взяла? Она болеет постоянно. То это болит у нее, то то болит. Поймите, когда у женщины что-то болит, она не болеет. Это ее нормальное состояние. Вот когда ей плохо совсем, тогда она болеет. Когда что-то болит, значит просто вот как бы дисгармония какая-то с этим миром происходит. Женщина очень чувствительна по природе. Поэтому у женщины есть три стадии заболеваний. Первая больна, вторая очень больна, третья вдова. Мужа задолбала и все, он сдох. Потому что мужчина болеет только в реанимации. Женщина, запомните. А если мужчина говорит, ну а он тебя болит, значит он ватрушка, его надо будить. Он раскачался и пошел, пошел, как паровоз вперед. На вторую стадию перешел, сильное напряжение называется, жизнь страсти. Нужно до третьей дождаться, когда он начнет правильно жить. Это уже непросто. Итак, существуют три источника счастья. Все они связаны с Богом. И давайте разберемся, когда человек и как должен ими пользоваться. Иначе никакого счастья в жизни просто не будет. Первый источник счастья называется природа. Как ни странно, и как ни крути, человек должен знать, что здоровье приходит не от врачей, ни от экологии, ни от витаминов или таблеток, ни от того, что я за ним слежу, за здоровьем оно приходит. Здоровье приходит от природы. И это знали все древние люди. Например, хороший иммунитет, хорошее пищеварение, хорошая усваиваемость веществ, хорошее настроение, способность быть оптимистичным, а не пессимистичным, приходит от солнца. И теперь вы скажете, да у нас в Ижевске нету солнца. И вы будете неправы, потому что солнце имеет грубый солнечный свет. И грубый солнечный свет, кстати сказать, он может быть вреден для здоровья. Особенно в южных странах люди часто болеют раком кожи. А есть еще тонкий солнечный свет. Что такое тонкий солнечный свет? Это энергия, которая действует изнутри человека, и мы не сможем ее понять снаружи. То есть тонкий солнечный свет – это энергия, которая действует через специи, допустим, сладкие, такие как фенхель, анис, кардамон и так далее. Тонкий солнечный свет действует через то, что человек просто на природе активно, радостно двигается, он получает контакт с солнцем в утреннее время особенно. И заряжается этой жизнерадостностью даже в Сибири, или на Урале, и даже зимой. Потому что солнце зимой, оно имеет свою природу. Оно такое бодрящее, свежее. Понимаете, от солнечной энергии, оптимизма, зимний оптимизм такой. Там зима открыла снежные богатства. И до весны все дремельтут, только елки в треугольных платьях и так далее. Это зимний оптимизм. Это энергия солнца на самом деле. Люди часто не понимают, что такое энергия солнца. Надо это знать. Оно дает человеку здоровье. Если человек пессимистично настроен и не двигается на природе, не верит в природу, верит в многоэтажку, в свой телевизор, значит он никогда не получит возможности быть жизнерадостным, оптимистичным, будет разрушать таким образом свою семью. Почему? Потому что никому такой человек не нужен. С таким жить не хочется, потому что он не заряженный. Он разряженный. А не заряженный, потому что не знает, где брать этот заряд. В репячьем смехе колокольчиком звенит солнце. Ра-дасть. Ра-это солнце на древнем русском языке. Дасть означает дарить. Если человек радуется, он дарит всем солнцу. Если ты не радуешься вместе с ним, значит ты будешь обесточен. Солнце в глазах любимый яркий пламенем горит. Это понятно. Солнце в письме солдата из далекой страны означает, что ты почувствовал связь со счастьем. Удача пришла в твою жизнь. Это энергия солнца. Золотые колосья хлеба докладают полны. Когда солнце восходит высоко, хлеб вызревает, и поэтому он переваривается в обед только. Ни утром, ни вечером хлеб толком не переварится, потому что всякая пища переварится тогда, когда она вызревает. Допустим, овощи вызревают вечером, они переварятся вечером или днем в обед. Молоко вызревает утром и вечером, поэтому его пить надо утром и вечером. Фрукты вызревают на восходящем солнце, поэтому есть их надо на восходящем солнце. И так далее, понимаете? То есть золотые колосья хлеба с солнцем до краев полны, поэтому солнечный продукт. Он дает человеку бодрость, активность. Хлеб едят для активности, для бодрости, потому что такова его сила. Ну просто я вам рассказываю, что такое солнце сейчас. И если, понимаете, есть только три способа получать энергию солнца. Так же, как энергию других видов природы. Я могу их сейчас тоже рассказать. Когда человек не может расслабиться, не может отдохнуть, когда человек чувствует, что у него нет спокойствия в жизни, ему не хватает энергии земли. Земля, мать земля, понимаете? Как получить энергию земли? Надо ее любить. Кого любить? Землю любить. Как ее любить? На дальней станции сойду. Трава по пояс. И хорошо с былым наедине Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. А почему ничем не беспокоясь? Потому что ты любишь землю, на которой родился. По Василиковой синей тишине. Но если ты в многоэтажке и родился, тебе все равно надо научиться любить природу. Если ты не будешь любить природу, значит тогда спокойствия не будет, отдыха не будет, потому что человек отдыхает из-за контакта с землей. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, и ногами в долину, ай накроет туман. Понимаете, я лягу на крыльце, и пускай туман даже накрывает, я буду отдыхать. Почему? Потому что я люблю землю. Когда человек что-то любит, он никогда от этого не пострадает. Солнце также означает видеть чистоту, радость во всем, в природе, красивая природа. У нас красивый город. У нас не красивый, у нас красивый город. Надо радоваться очень, любить город свой, любить природу, любить людей. У нас люди, хорошие люди. И тогда человек получает энергию солнца, он может от людей получать энергию солнца, он может получать от природы, радоваться инью. Синий-синий-инь, 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 синий-синий-инь. Синий-синий-инь, лёг на провода, небе тёмно-синим, синяя звезда. Сразу солнце в сердце, солнце в сердце появляется. Человек, в принципе, если он в дисгармонию с природой входит, он вообще радостным не может жить. Если он ночью, когда луна, даёт человеку сон. Вы знаете об этом? Луна усыпляет человека. Луна восходит, человек расслабляется, она даёт ему любовь. Поэтому надо вечером общаться с женой, с детьми, потому что энергии любви активизируются вечером, по цветам луны. Так луна действует. И она даёт человеку сон. И она даёт также возможность зачать ребёнка. Если ты ночью зачинаешь, значит, вероятность зачатия возрастает. Больше того, если ты начинаешь утром, урождается ребёнок чувствительно. Если днём болезненно, если вечером склонностью к психическим расстройствам, то ночью здоровым. Знаете, это тоже надо всё знать. По солнечным часам надо и по лунным часам. То есть надо всё поправильно делать по часам, потому что тебе природа сама помогает. Пища лучше всего переварится днём, потому что солнечная сила тонкая переварит пищу и усваивает её. Лечение происходит всё утром. Если ты решил лечиться в другое время, у тебя ничего не получится. Потому что когда солнце восходит, тогда человек лечится. А когда оно заходит, тогда он успокаивается. И организм не будет бороться ни с чем в это время. Потому что солнце заходит, человек расслабляется. Поэтому в древней культуре люди даже не воевали друг с другом, когда солнце заходило. Они останавливали битву. Но это другой вопрос. Вопрос этики боя уже в день. Вот. Итак, вечером у человека наступает больше возможностей обмена любви, потому что луна восходит. Если человек не спит ночью, он не может отдохнуть. Спать надо, чтобы отдохнуть ночью. Ты можешь спать, конечно, днём. Но когда солнце восходит, оно сжарит тебе мозги. И ты никогда не можешь расслабиться, снять напряжение, потому что солнце напрягает. Оно тонизирует, даёт бодрость. Когда солнце восходит, птицы начинают чирикать, петухи радуются, всё радуется, вся природа. Ветер даже начинает двигаться, ночью тишина, ветер стоит. Потом ветер начинает двигаться утром, когда солнце приближается. Птицы начинают петь, петухи поют, а мы спим. Вот дурачьё. То есть в это время что происходит? Мы просто в дезонанс входим с солнцем, и жар вот этот превращается в болезнь. Все воспалительные процессы в организме из-за того, что мы в гармонии с солнцем не живём. Потому что солнце – это и есть сила лечения. Она лечит человека. Если человек в гармонию с солнцем вошёл, допустим, он болеет, надо соблюдать режим дня, врачи говорят. Тогда будешь здоровым. Надо вставать рано, ложиться рано, кушать максимум пищи в обед. Вечером расслабляться, днём работать, утром молиться. Потому что утром идёт душевная работа, днём физическая. Вечером отношения с близким человеком тоже работают. Видите, всё должно быть. А если жить по солнечным часам, ещё светлее станет на земле. Почему? Потому что мы в гармонии находимся. И у нас больше энергии солнца, больше энергии радости, больше жизни. А если человек в дисгармонии, он ночью работает, днём спит, тогда какая любовь будет? Любовь означает энергия. Нет сил, нет любви. Отстань от меня, у меня нет сил. Вот и всё. Энергия, когда у человека не хватает гармонии с природой. Природа, погода не нравится, это плохо, зима, слишком холодно летом, слишком жарко, дождь слишком сыро, там ветер слишком зыбко. Это значит, что у человека не хватает контакта с водой, с энергией воды. Не самой, не то, что в воде надо купаться, а просто ты не любишь воду. То есть любовь к этой стихии у тебя отсутствует. Ты полюби её, эту стихию. Природы нет, плохой погоды. Каждая погода благодать. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Вот в этом и заключается вход в состояние счастья. То есть я на дождики иду, раз, принял. Что получилось? Счастье. То есть ты на дождики, ааа, счастье. Да он радиоактивный оригинальный. Ну вот если вот так жить, то тогда капец полный. Тогда ничего нельзя доктору прихожим говорит. У вас излишний контакт с солнцем. На солнце быть нельзя. У вас излишний контакт с землей, на земле быть нельзя. У вас излишний контакт с воздухом дышите реже. У вас излишний контакт с водой. Тогда здоровье не будет вообще, мои хорошие. Потому что оно берется от стихии природы. Наши батарейки заряжаются от стихии природы. Мы не существо отдаленное от природы. Мы полностью сросшееся существо с природы. Поймите, что народ поэтому и варит село жить. Когда деньги есть, потому что это и есть нормальная жизнь. Когда рядом сосны, деревья, земля. И ты дышишь с этим, у тебя здоровье появляется. И счастье в отношениях. И тебе классно, понимаете. То есть поэтому всегда, когда люди про любовь поют, они поют про что еще? Про природу всегда. Потому что есть энергия любви в природе находится. Энергия счастья. Ни с кем разговаривать не могу. Хочу быть одна. У меня дисфункции в теле. У меня цикл нормально не работает. У меня постоянные слезы. Значит нет контакта с водой. У тебя нет гармонии с этой стихией. У меня усталость, концентрация нет, ничего не соображаю, что-то вообще работать не могу. Нет контакта с энергией воздуха. Иди на свежий воздух. Я боюсь простыть. Поэтому и простываешь, что боишься. Иди, люби ветер, люби воздух. Никогда не простынешь. Простуда означает дисгармония, дисконтакт. Поэтому люди и закаливаются, что он идет в прорубь, верит, ныряет, раз, вышел, все, все гармония полная. И все классно, и он здоров. А если испугался, когда ныряешь, вот тогда будет другой результат уже. Пугаться не надо в одну воду. Также мужика испугалось. Женщины очень пугливые по природе. А мужчины очень, у них, у женщин как бы вот пугливый страх является главным чувством неполноценности в этом мире. А дисгармония с этим миром, страх. А у мужчины главная неполноценность, это что он чувствует, что он не может это победить, с этим справиться. То есть, мужчина рождается для победы, а женщина для любви и гармонии. И женщина, наверное, думает, ой, мужчины такие, не какие-то все, такие тяжелые. Да, тяжелые. Или мужчины думают, женщины такие эмоциональные, не могу я с ними. Да, эмоциональные. И что же делать? Принимать. Мужчинам надо принимать, вот мужчинам, принимать. Женщинам, принимать. Потому что иначе никакого счастья в жизни не будешь. Будешь один, останешься один. Женщина очень стремится к комфорту. Если она комфорт получила в своей одинокой жизни, ну как-то нормально все вроде. Никогда замуж не выйдет. Потому что для нее комфорт важнее, чем с этим дураком жить. То есть она увидела недостаток какого-то мужчины, с которым встречается все, думает, я за него ходить не буду, потому что дискомфорт. А надо идти, не бояться дискомфорта, иначе одна останешься на всю жизнь. Часто женщины остаются одинокими, только потому, что комфорт для них важнее, семьи. Теперь мужчина тоже такой, ой, что-то с этой я не буду отношения. Слишком много эмоций, постоянно какие-то капризы. Нет. Так останешься один, потому что у всех женщин капризы. И ты будешь просто одиноким. Прими человека, иди в бой, не бойся ничего. Жизнь поможет, Бог поможет, справишься. Цель человеческой жизни – это стать крепче, как женщине, так мужчине, а не просто прожить хорошо. Понимаете? Надо понять цель человеческой жизни, тоже важно. В этом как бы суть нашей трудности в отношении. Итак, большинство людей обесточены. Понимаете, у нас есть батарейка. Как ее заряжать? Есть три способа. И это все означает желание жителей аскеза. Человек, который не хочет в своей жизни поститься, не хочет в своей жизни застывать, не двигаться, и не хочет в своей жизни длительно, непрерывно двигаться, всегда сокращает свою продолжительность жизни. Потому что только в этих трех состояниях человек получает энергию стихий или энергию природы. Вот когда человек постится, в него природа заходит сама. Вот заметили, во время поста дышать легче становится, на природе лучше становится, все красивым становится. Заметили? Потому что во время поста заходит энергия природы, ты заряжаешь батарейку. Если человек долго идет, непрерывно, или бежит, он начинает заряжать свои батарейки, становится бодрым, счастливым, жизнерадостным. Или человек не двигается долго, вот так неподвижно. Это часто люди не понимают. Но на всех религиозных мероприятиях есть ритуалы, в которых человек не двигается и на службе стоит, застывшим. Или он, допустим, ну там есть другие вещи, это называется йога в Индии, но не обязательно йога называть, есть просто службы православные, подвижные и так далее. Когда человек не двигается, он тоже заряжается в это время. Запомните, проблема заключается в том, что мы с вами не заряжаемся, потому что аскез не совершаем. Раньше людям просто по природе приходилось поститься, потому что кушать было нечего. По природе приходилось не двигаться, потому что были такие необходимости в этом. И по природе приходилось долго двигаться, потому что надо было работать. Но знайте, что если человек двигается и в это время он идет в магазин за хлебом и думает о хлебе, о том, что ему надо купить его, он здоровье не получает. Чтобы здоровье получать, надо радоваться людям, радоваться природе и двигаться параллельно. И при этом не надо заставлять себя быстрее двигаться там или медленнее, а просто спокойно двигаться, как тебе нравится. Если ты бежишь, бежись, как тебе нравится. Идешь, иди, как тебе нравится. И никуда не стремись. Желай всем счастья, радуйся природе. В это время заряжается батарейка. Правило номер один. Основная причина разрушения семьи – это усталость. Вот поймите себя в своем сердце. Пытайтесь сейчас себя продиагностировать. Вам просто нечего дать близкому человеку. У вас нет сил. Все. И ему то же самое. Думают, что он лучше, что ли? То же самое. Значит, люди в усталости живут друг с другом, поэтому они расходятся, что сил нет. Если бы были силы, я бы и простила, и приняла, и все прочее. Сил нет от того, что мы действуем с позиции ложного эго. И как контактируем с природой? Пассивно. Приехали в лес. Ну, приехали. Ездим в лес, Олег Геннадьевич. Хорошо. Замечательно. Приехали в лес. Накололи дров, насобирали грибы. Сделали костер, пожарили и уехали. Посмотрели там телевизор. Вы с природой контактировали? Нет. Потому что чтобы сконтактировать, надо отвлечься от себя. Нужен подвиг. Нужно пойти в лес, сказать, я желаю всем счастья. Ой, что-то скучно как-то. Нет, я хочу любить природу. Что-то я не люблю. Потому что мы уже отупели. Мы не умеем это делать. Понимаете? Надо учиться. Учиться жить. Означает радоваться, двигаться, паститься и так далее. Практически хотите узнать? Пожалуйста. Практически. 80% бесплодия, которое не диагностировано. У женщин и у мужчин. Все нормально. Дети не рожаются. Связано со сниженным способностью двигаться. Просто начните двигаться на природе и бесплодию до свидания. А бесплодие является одной из главных причин разрушения семьи. Вот вам и связь. А таких связей очень много. Не верите? У кого вот трудности? Поднимите руку. И ничего не находят? Стесняются люди. Хорошо. Будете подходить ко мне. Буду говорить лично. Ладно. Следующая причина разрушения семьи. Кроме, я вам сказал, как бы мы живем в будущем и в прошлом. В настоящем не находимся. Счастье не заходит. Счастье не заходит, потому что также мы живем в дисбалансе с этим миром. Не соблюдаем режим дня. Счастье не заходит, потому что мы не любим природу. Мы от нее отвыкли. Мы любим свою клетку, свой телевизор. Они не дают нам здоровья. Здоровье дает лес. Даже вы скажете, здесь нет природы. Мы в городе живем, Олег Геннадьевич. В городе тоже есть природа. Выходит на улицу, есть воздух свежий. Вы скажете, он отравлен. Ничего страшного. У меня мой родной дядя, он жил в самом отравленном городе в России, почти самый отравленный, это Чапаевск. Там просто дышать нечем было. Я там был. Вот у вас нормально дышать, а там вообще нечем было дышать. И он любил просто свою работу. Он всю жизнь занимался, мебель мастерил и очень с любовью относился к своему труду. И он радовался людям и жизни и никогда не болел в жизни. Он долгую жизнь прожил, но дышать было нечем. И он любил гулять, дышать. Потому что, когда человек позитивно настроен, у него не всасывается все, что не надо, а всасывается все, что надо. Допустим, человек плохой, а вы смотрите и видите в нем хорошее. Вы с хорошим человеком будете жить или с плохим? Конечно, с хорошим. Допустим, ваш ребенок, вы что, в нем плохое видите? Хорошее. И вы его любите. А плохое как бы не воспринимаете. Точно так же я в Москве бегал на улице. Я жил на Арбате вообще до природы как минимум 30 километров в любую сторону. И доехать два с половиной часа. Нереально просто. Я бегал прямо по улицам утром и чувствовал себя супер. Почему? Потому что воздух есть хороший везде. Понимаете? Везде. Вопрос, на что ты настроен? радуйся природе. В городе тоже есть деревья, есть парки, есть сады, есть люди хорошие. Это следующий аспект, кстати, здоровья, это отношения с людьми. Я, допустим, иду по улице, чем я в это время занимаюсь? Ну, понятно, чем. Я просто грущу или несчастно иду, как бы. А надо любить город, любить людей в это время, потому что иначе у тебя жизни вообще никакой не будет. Будешь разводиться и разводиться, разводиться и разводиться.